добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги 18 часов по москве как мы говорим поезд отправляется то есть сейчас находится на презентации те кому это интересно кто в этом заинтересован поэтому прошу вас поставить плюсики в нашем чате если меня слышно видно хорошо и будем с вами двигаться по информации на нашем вебинаре сегодня мы будем говорить о компании skyway capital о том предложении которое наша компания делает практически любому человеку проживающим на территории планеты земля вот сам вебинар будет состоять из двух частей первая часть речь пойдет о технологии которую мы на сегодняшний день выводим на мировой рынок транспорта да вот и вторая часть будет непосредственно предложение компании skyway capital постараюсь вас сегодня не задерживать долго постараюсь сегодня информацию дать кратко но доходчиво да и одно хочу добавить что в 19 часов у московского времени сегодня после этого вебинара состоится вебинар владимира маслова на котором он будет рассказывать об адресных проектах как с ними работать что это из себя представляет как этому правильно относиться как помочь нашей компании в реализации этих адресных проектов итак друзья компания skyway capital да то есть компания которая не так давно работает на международном рынке инвестиций вот мы за запустили этот проект первая презентация состоялась 24 февраля 2015 года да то есть нам год и небольшой месяц с хостиком вот мы являемся официальным партнером группы компании skyway наша задача компания это привлечение инвестиций в реализацию технологий разработанной туре дородачи юницким это струнные технологии и по сути дела инвестиции которые мы сегодня привлекаем идут на строительство тестового участка на территории республики беларусь где будет продемонстрированы возможности транспорта skyway это небесные дороги если мы будем переводить да там будут проведены работы связанные сертификации трех транспортных систем это высокоскоростного skyway со скоростью до 500 километров в час это грузового skyway со скоростью до 120 километров в час то есть такой скоростью будут перевозиться грузы по нашей планете они 9 километров в час учетом погрузки разгрузки как это сейчас делается на ржд да и городской транспорт skyway со скоростью от 150 до уязнить от 50 до 150 километров в час вот далее мы зарегистрированы на территории великобритании вы видите на данном слайде внизу номер свидетельства регистрационного можете зайти на сайт официального регистратора великобритании и прочитать информацию о компании first skyway инвест групп то есть первый да так называется полностью наша компания skyway капитал это и торговая марка под этой торговой маркой мы сегодня работаем на международном рынке компания способствует своей деятельности выводу нового инновационного транспорта на мировой рынок и что очень важно мы переняли опыт компания rsv system которая начала скажем так прием инвестиций до привлечения инвестиций в январе 2014 года по системе народного инвестирования либо это называется скажем научным путем краудинвестинга то есть это предложение просто физическим лицам вложить ту сумму денег которым комфортно проинвестировать наш проект и в итоге получать дальнейшем прибыль с огромного количества проектов которых данная технология будет использоваться в основе транспортных систем да то есть вы вкладываете деньги во что-то одно и это одно вам приносит прибыль с большого количества места скажем вот таким вот образом если простым языком это объяснить система кстати краудинвестинга либо краудфандинга да больше скажем так она известна под таким названием в жизни людей где-то последние пять десять лет это не является чем-то новым потому что огромное количество проектов новых каких-то технологий выведен на свет посредством данной системы то есть люди выходили на бесплатной площадке как правило в интернете говорили что у нас есть какая то технология мы готовые внедрить нам нужно немножко денег дайте нам чуть чуть кто-то давал больше кто-то меньше и эти идеи были реализованы примеров у просто можете в интернете зайти набрать краудфандинг и вас выставТ там несколько десятков сотен страниц тех компании которые посредством данной системы вышли на мировой транспортной рынок, ой, номеровый рынок, извините, со своими технологиями, со своими, скажем так, ноу-хау и так далее. Автором струнных технологий является Анатолий Дардович Юницкий, сейчас вы его видите на экране. Начал заниматься он разработками струнного транспорта в конце 70-х годов прошлого столетия, то есть на сегодняшний день технологии насчитывают 38 лет, с момента, скажем так, первых разработок и по сегодняшний день. То есть он является советским, белорусским, российским ученым, предпринимателем, изобретателем, за время внедрения технологий дважды руководил проектами Организации обменных наций, эксперты данной структуры давали свои заключения, экспертные оценки по технологии, разработанной Юницким, и ООН выделял денежные средства. Была попытка, скажем так, третьего транша, причем очень приличного по количеству денег, но, к сожалению, скажем так, Министерство иностранных дел и Министерство транспорта Российской Федерации не совсем корректно отреагировали на предложение ООН на выделение денежных средств, да, и деньги выделены не были. Об этом вы можете, кстати, прочитать в книжке Юницкого Небесной Дороги, которую вы можете приобрести, скажем так, на страницах нашего сайта в электронном варианте, в бумажном варианте, то есть мы эти книжки высылаем. В начале 80-х годов прошлого столетия Анатолий Дарович Юницкий стал членом Федерации космонавтики СССР, которая одна из первых признала перспективность использования струнных технологий на территории Советского Союза, да, на то время была такая страна. У него более 140 изобретений, несколько десятков из которых сегодня на практике реализованы в целом ряде направления развития промышленности и в сельском хозяйстве. У него есть 18 монографий, более 200 научных работ, и с большинством из них вы можете познакомиться на странице сайта инженера Юницкого, www.tweunitsky.com. Вы видите, скажем так, адрес этого сайта, три высших образования, полученные Анатолием Даровичем Юницким, это инженер транспорта, высшее образование в направлении патентного правоизобретательства и проектирование строительства высотных зданий и инфраструктурных сооружений, используется сегодня в технологии, которую он выводит на мировой транспортный рынок. Прежде чем кратко вам рассказать буквально о четырех этапах развития технологии, то есть по сути дела мы находимся сегодня на четвертом этапе, начиная с конца 70-х годов, я хочу вам включить ролик, который продемонстрирует, что из себя представляет технология Transnet, то есть почему Transnet, это, скажем так, вы знаете, есть интернет, то есть это мировая паутина, которая нам с вами известна, преимуществами, которые мы с вами пользуемся на протяжении последних лет, кто-то больше, кто-то меньше, 15-20 лет назад об этом практически никто не знал. То есть внедрение одной технологии интернета изменило круто жизнь человечества, появилось огромное количество способов обучения, заказа товаров и услуг, оплата банковских, скажем так, каких-то платежей, обучение дистанционного. Благодаря интернету мы сможем с вами общаться в режиме реального времени, находясь на разных концах земного шара, при этом фактически не платя денег, как это было раньше, потому что международная связь, международная связь была очень дорогой. Сегодня мы просто оплачиваем тариф ежемесячный, скажем так, безлимитного интернета, который есть в тех местах, где мы проживаем, и совершенно спокойно можем хоть целыми сутками говорить, например, в скайпе, в других каких-то мессенджерах друг с другом, обмениваться информацией, строить бизнес, кстати, благодаря появлению сети интернет появилось огромное количество специальностей новых, новых, скажем так, отраслей развития бизнеса и так далее, и так далее, и так далее. Данная технология принесла человечеству огромную пользу, но, конечно же, не бывает как бы пользы без вреда, потому что огромное количество взрослых людей, детей, например, сутками проводят в этом интернете для того, чтобы играть друг с другом в игрушки и так далее, и так далее. То есть везде в палках всегда бывает о двух концах. Сажают зрение, тратят, скажем так, свою жизнь на что-то виртуальное, вместо того, чтобы, например, использовать интернет для каких-то целей, и вживую можно общаться со своими родными и близкими, вживую, можно, скажем, там чем-то заниматься, видеть этот окружающий мир своими глазами, а не посредством, скажем так, просто экрана монитора. Но для людей, например, которые не могут этого сделать физически, да, ограничены в движении и так далее, интернет это отдушина. Я думаю, вы со мной тоже согласитесь. Для огромного количества людей, ну вот назовем их, да, с ограниченной возможностью передвижения, интернет стал средством зарабатывания денег. Это тоже очень важно, потому что в обычной жизни они бы, например, не могли бы нигде устроиться на работу, потому что им нужно выходить из дома и так далее, они этого не могут. А посредством, скажем так, знаний, полученных в той же сети, они могут эти знания применять на практике, оставаясь дома, быть на связи со всем земным шаром, это использовать в собственное благо. То есть зарабатывать деньги, делиться этими деньгами с родными и близкими и так далее, и так далее, и так далее. То есть интернет круто изменил нашу с вами жизнь. Это мировая паутина, которая нам известна. Паутина под названием Transnet – это мировая паутина перемещения грузов и людей, которая в себя впитает все преимущества интернета, пятого технологического уклада. И благодаря данной технологии мы с вами перейдем в шестой, а далее в седьмой технологический уклад. То есть мы сможем, скажем так, объединить всю Землю, мы сможем быстро передвигаться по нашей планете, путешествовать по работе и для каких-то других нужд. Мы сможем провести транспортные, скажем так, артерии в те места, где транспорт необходим, но сегодня его там нет, потому что технологии, которые мы владеем, это автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, водный, воздушный транспорт не может туда пройти, потому что в связи с климатическими условиями еще с целым рядом проблем. А транспорт, который предлагает развивать Анатолий Дарович Юницкий, это нам может позволить сделать. И места, которые сегодня являются труднодоступны или недоступны, могут стать таковыми, мы сможем туда проникать, мы сможем использовать минеральные ресурсы планеты в тех местах, где сегодня мы просто не можем вывести те полезные ископаемые, которые порой даже лежат на поверхности. Транспортную инфраструктуру туда невозможно провожить, а данные технологии позволят это сделать. Поэтому рекомендуем посмотреть двух минут. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционные транспортные системы неоптимальны и не отвечают требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа трансмета – жесткострунного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашита в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах, подвижной состав на стальных колесах, инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождения, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, я думаю вы увидели, что из себя представляет транспорт уже недалекого будущего. Этот транспорт поднят над землей. Высота трассы может проходить как на высоте нескольких десятков сантиметров над землей, так и на нескольких десятков и даже сотен метров. Причем уклон этой трассы может достигать порой специальных условий до 30%. Это очень серьезный уклон. То есть фактически уклон, по которому никакой другой вид транспорта передвигаться не может. Итак, кратко об истории. Первый этап – это конец 70-х годов по середине 90-х. Единственное, добавлю еще, что Транснет и технологии струнные – это не только транспорт, хотя мы больше всего говорим, конечно же, о транспорте. Это также строительство мостов, строительство взлетно-посадочных полос аэропортов и аэродромов. Это строительство струнных портов, которые могут быть вынесены от береговой линии в естественную среду, то есть в акватории океанов, морей и озер, что экономит огромное количество денежных средств и повышает эффективность даже при подгрузке и разгрузке. Многие дают плюсов по сравнению с теми портами, которые мы имеем на сегодняшний день. Это также строительство высотных зданий, строительство зданий коттеджного типа, то есть трудные технологии, применимые в широком спектре, скажем так, того, что нам необходимо с вами в повседневной жизни. Итак, первый этап – конец 70-х, середина 90-х годов прошлого столетия, когда была подана первая заявка на изобретение, когда был выделен первый грант Советского фонда мира на развитие данной технологии. Именно в это время были первые научные публикации, опубликованы в целом ряде научных изданий Советского Союза. Проведена в начале 80-х годов первая научно-практическая конференция по внеракетному освоению космоса и о струнных технологиях в том числе шел разговор на этой конференции. Именно в это время было получено признание Федерации космонавтики СССР, что эти технологии необходимо развивать. 1995-2000 год – второй этап, когда у Анатолия Дарда Черницкого в Санкт-Петербурге была своя научная школа, было проведено большое количество опытов в аэродинамической трубе по приданию наиболее обтекаемых форм по движному составу, были продемонстрированы первые действующие физические модели. То есть, то, что дало информацию всему окружающему миру, что если, скажем так, модель 1 в 10 демонстрирует, что данный транспорт возможен, соответственно, в масштабе 1 к 1 можно сделать то же самое. Далее, был получен первый грант организации объединенных наций на развитие данной технологии. И, по сути дела, на бумаге, скажем так, и на физически действующих моделях отработана технология первого поколения струнного транспорта. Ну, это что-то, скажем так, напоминающее первые фанерные самолеты браки Фрайт, если их сравнивать с современными сегодняшними бомбами. Третий этап – очень важный этап в развитии технологии, потому что именно в этот момент технология узнала практически весь земной шар. Потому что Анатолий Дарчиницкого в подмосковном городе Озера был свой собственный испытательный полигон либо тестовый участок, на котором была построена трасса более 150 метров, и был показан, продемонстрирован транспорт будущего. Вы видите ЗИУ-131, который сбирается по металлической, скажем так, путевой структуре, внутри которой заложены струны и прокачан, скажем, высоко модифицированный бетон, что делает прочную трассу и так далее. В этот момент было проведено большое количество испытаний, продемонстрировано, скажем так, что из себя представляет транспорт, отработан целый ряд методик. Во время существования полигона его территорию посещал целый ряд международных делегаций с разных стран мира, и комиссии различных, скажем так, профильных министерств, структур государственных давали свои экспертные оценки, давали свои экспертные заключения во время существования полигона. На целом ряде телевизионных каналов, как центральных, так и региональных, в новостях часто упоминалось о струнном транспорте. Были, скажем так, тематические передачи, посвященные струнному транспорту. На различных международных форумах технических, связанных с сферой транспорта, Анатолий Эдуардович Ленинский лично принимал участие, и было получено большое количество дипломов. Наград мы об этом немножко впереди еще поговорим. То есть очень важный этап в развитии технологии. Весь свет увидел, что такое струнный транспорт. И, что очень важно, планировалось строительство дороги от подмосковного города Озера до города Москвы. Это немногим более 100 километров. По направлению почти на Рязань, немножко южнее находится этот город. Я в нем был несколько раз буквально за год-полтора до того момента, как начал сотрудничать с компанией Skyway. Что еще хотелось бы отметить? Да, большое участие в этом активное принял губернатор Красноярского края на тот момент Александр Лебедь. Он помог деньгами, он помог, скажем так, с началом строительства данного тестового участка. Ну и что хочу еще сказать. Именно в этот промежуток времени на третьем этапе данной технологии была продемонстрирована Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который был на то время президентом Российской Федерации. И на госсовете, на котором были губернаторы всех регионов Российской Федерации, где были министры профильных министерств, губернатор Ульяновской области продемонстрировал, точнее предложил внести технологию, разработанную в Митске, в список критических, которые надо развивать на территории Российской Федерации, с целью обогнать весь земной шар в транспортной отрасли и потом в итоге сделать эту технологию еще и экспортной, то есть не выйти на мировой рынок и, по сути дела, привлекать большие денежные средства оттуда сюда. Медведев сказал, что это самое, что ни на есть инновация. Если у вас, мол, есть денежные средства, пожалуйста, начинайте развивать это в вашей Ульяновской области. Сегодня, говорит, кризис, 2009 год. Денег, в принципе, немного. Найдете деньги, будет очень здорово. После госсовета было принято решение все-таки изыскать денежные средства. Речь шла порядка миллиарда рублей для того, чтобы в Ульяновской области все-таки начать развитие данного проекта. Но, к сожалению, через короткий промежуток времени после этого госсовета полигон в подмосковном городе Озера был разобран по косточкам. Даже неизвестно кем, если так вот говорить на пальцах. То есть, возможно, это была борьба государственных монополий, связанных с транспортом, с конкурентом, который еще, скажем так, даже еще не родился. По сути дела, только-только зарождалось все. Было зародыш. Но важно, что Анатолий Дарович Юнинский не опустил руки. То, что у него уже были соратники, которые вместе с ним продолжали разрабатывать данную технологию, вести переговоры с чиновниками разного уровня, с людьми мира бизнеса. И они таким образом перешли на четвертый этап. Но прежде чем рассказать кратко о четвертом этапе, я вам хочу включить ролик, который продемонстрирует то, что данный вид транспорта был показан миру, то, что эта технология известна, то, что это не что-то там за семью печатями никому не известно, и то, что это говорилось на целом ряде телевизионных каналов центрального телевидения. Кстати, большое количество видеоматериалов, печатной продукции вы можете найти на сайте Юнинского, то есть и технические аспекты, касаемые технологии, экономические и так далее. Не поленитесь, если вы обладаете пытливым умом, вам действительно это интересно, ознакомьтесь с информацией. А сейчас опять же короткий двухминутный ролик о том полигоне, который был в Подмосковье в десятых годах нашего тысячелетия у Анатолия Дарча Юницкого. Готов прием! Привет! Привет! В 150-метровый участок струнной дороги Виктор Крыженецкий. На случай экстренной эвакуации двадцатиметровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова сбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных вариантов грузового СТЮ на полигоне в городе Озеры, был осуществлен также комплекс испытаний на моделях струнных дорог разных типов в масштабе 1 к 15, 1 к 10 и 1 к 5. Все модели действующие и полностью отвечают критерию физическая модель, то есть с точки зрения физики соответствует полноразмерным изделиям и позволяет моделировать статику нагружения и динамику движения. Был осуществлен также комплекс лабораторных испытаний и выполнены многочисленные продувки моделей воскоскоростных юнибусов в аэродинамической трубе, что позволило спроектировать самое экономичное колесное транспортное средство в мире. Кстати, одновременно в одном вагоне сможет ехать не больше 60 пассажиров. Никакой террористический акт этой дороги не страшен. Опыты показали, что если рухнет опора, юнибус будет ехать по-прежнему. Его лишь немного покачнет. Струнная дорога – это безопасный и комфортный транспорт. В заключении Анатолий Эдуардович поведал, что и нашу страну готов опутать с миллионами километров таких экологичных дорог. Они, по его словам, пройдут над горами, лесами и зелеными холмами. Итак, друзья, прошу вас дать мне обратную связь. Всем ли было не видно этого ролика? Или только, скажем так, видосу. Если этот ролик был кому-то не виден, я вам дал ссылку на канал записи вебинаров. Если вы пройдете по этой ссылке, то справа там увидите каналы, на которые зарегистрировал наш видеоканал YouTube. Можете выбрать канал Skyway Capital, канал Skyway, перейти потом на канал Юницкого и найти ролик о технологии Transnet. А просьба все-таки моя следующая. Все ли не видели видео или только один человек? Те, кто видел, просто плюсики поставьте, а я буду продолжать наш рассказ. Итак, друзья, сегодня мы находимся на четвертом этапе развития технологии. Сегодня мы пришли к тому, что, смотрите, в 2013 году Юницким было принято решение о том, чтобы оценить свою интеллектуальную собственность, то, что у него есть, которой он владеет. Почему это все было сделано? Потому что было проведено большое количество переговоров с предпринимателями разного уровня, с чиновниками разного уровня, только Российской Федерации. Но переговоры зашли в тупик. Никто не был готов выделять деньги для того, чтобы эту технологию развивать, еще раз создать тестовый участок, продемонстрировать возможности транспорта, сертифицировать его и выйти на мировой рынок. Было принято решение оценить интеллектуальную собственность. Независимые европейские агентства и компании, которые имеют на эту лицензию, оценили собственность 400 миллиардов долларов США и на основании интеллектуальной собственности была зарегистрирована компания Великобритании. И было принято решение начать привлекать денежные средства посредством краудинвестинга и обратились к кому? В первую очередь к тем, кому нужен высокоскоростной, комфортный, доступный по цене, то есть всем в 10 раз дешевле, чем то, что мы имеем на сегодняшний день. Транспорт экологически чистый, который может передвигаться со скоростью до 500 км в час. То есть просто к людям, которые хотели бы, скажем так, чтобы такой транспорт в жизни был. И, как показала практика, платформа была выбрана удачно. Нашей группе компании Skyway сегодня уже два с небольшим года. Все, что сегодня проделано, это проделано на деньги физических лиц, частных инвесторов. Кто-то инвестирует большие суммы денег в наш проект, кто-то меньшие суммы денег, кто-то совсем небольшие. Но все эти денежные средства идут на строительство тестового участка на территории Республики Беларусь. У группы компании Skyway в период с 2014 по 2017 год есть четкий 15-ти этапный бизнес-план, который действует. На каждом этапе из этих 15, необходимо выполнить определенный набор работ. На эти работы нужны денежные средства, чтобы их выполнить, чтобы качественно продвигаться к той цели, которая у нас есть. И посредством краудинвестиру мы привлекаем эти денежные средства. Сегодня мы находимся в конце шестого этапа, скоро перейдем на седьмой этап развития. Соответственно, как говорит Анатолий Дарович Чуницкий, генеральный конструктор, он же, скажем так, президент группы компании Skyway, мы из графика не выбиваемся. К 2017 году, к концу, у нас в плане выйти на мировой транспортный рынок уже с сертифицированной технологией и с теми пакетами долей компании либо акций, которые еще не в обороте, на мировой рынок инвестиций. Сегодня и в начале, скажем так, 2014 года, выгодно приобретать пакеты акций группы компании Skyway, потому что уровень доходности минимальный по этим пакетам, минимум 53 раза, максимальный, скажем так, до 600, если говорить об акционных пакетах. То есть сегодня вложенные деньги минимумы увеличиваются в 53 раза к концу 2017 года, максимум до 600 раз. Поэтому по мере возможностей каждый из вас может принять участие в нашем проекте и стать совладельцем корневой технологии и в дальнейшем получать прибыль с каждого проекта, в котором будет использоваться технология в основе транспортной системы. На данном слайде вы видите небольшой перечень структур, и гораздо больше, на сайте вы найдете больше перечень, которые давали свои экспертные оценки и заключения во время существования полигона в подмосковном городе Озера. Это Институт проблем транспорта Российской академии наук, Сибирское отделение Российской академии транспорта, Госстрой России, Министерство экономики и транспорта Российской Федерации, Петербургский госуниверситет путей сообщения, Российская инженерная академия. Про организацию уменных наций мы с вами уже немножко поговорили в начале нашего вебинара. Было получено более 50 уже патентов на различные ноу-хау, которые низкие используют в своей технологии, и на различных международных выставках, форумах, касаемых науки, техники и транспорта в первую очередь, было получено более 40 международных дипломов, наград, золотых медалей. Вот одна из этих премий, которая, скажем так, называется «Золотая колесница», а их две было вручную, как проект года в транспортной отрасли, это было в конце уже, скажем так, десятых годов нашего тысячелетия, она вон находится напротив меня, в шкафу. То есть вы, если будете в Москве, можете заехать к нам в офис, мы сейчас находимся по адресу улицы Щепок, дом 22, дробь 1, это недалеко от метро Павелецкая, прийти и увидеть эту награду, которая была вручена Анатолию Даровичу на одном из технических форумов. Итак, коллеги, далее, что очень важно, у этой технологии, о которой мы с вами говорили, смотрели ролик уже не один, а два, огромное количество преимуществ по отношению к тем транспортным системам, которые мы с вами используем ежедневно, то есть к тем системам, к которым мы привыкли. У всех этих систем, автомобильных, железнодорожных, авиационных, водных, речной, морской, есть свои какие-то преимущества по отношению друг к другу, но и огромное количество, в принципе, недостатков. Их нельзя назвать экологически чистыми, ни одну, кстати. Их нельзя назвать все высокоскоростными, но самолеты быстро летают, да, у нас на сегодняшний день. Их нельзя назвать очень комфортными, особенно, скажем так, системы, которые делают дешевле билеты, маршрутки, лоукостеры, самолеты, там коленем упираетесь впереди стоящее сидение, много, скажем, всяких ограничений и так далее, и так далее, и так далее. Их нельзя назвать экологически чистыми, их нельзя назвать дешевыми, что тоже очень важно. Я часто задаю вопрос, если у вас есть родные и близкие, которые проживают на расстоянии тысячи, полторы тысячи километров от вас, я уверен, что вы их видите не чаще, чем раз в 3-5 лет. Причин несколько, долго добираться, у нас, скажем так, у всех есть рабочая неделя с понедельника по пятницу, и за субботу и воскресенье мы редко когда можем добраться до тех людей, которых мы любим, чтобы с ними поговорить, пообщаться, увидеться, скажем так, вместе решить какие-то вопросы. Вторая причина очень важная, это стоимость билетов, да, на эту тысячу, на полторы тысячи километров. К сожалению, происходит так, что мы в последнее время посредством интернета общаемся, может быть, даже каждый день с теми, кого мы любим, ну, через скайп. А пожать руку, обнять, поцеловать до этих людей, пообщаться вот так, увидеть их в живые глаза, зачастую мы это делаем раз в 5-10 лет, к сожалению. Так вот, технологии, которые внедряет Анатура Дарьячу Ницкий, наша компания, да, позволят нам передвигаться, ну, например, на расстоянии Москва-Питер, Москва-Казань, за два часа. Быстрее, чем самолет. Вот вы сейчас можете со мной спорить, сказать, что самолет летит быстрее, а я беру все время, да, от момента, скажем так, вашего выхода из дома, в Москве, от момента, что вы должны с одного из вокзалов на аэроэкспрессе доехать до аэропорта, с которого влетят самолеты. Вы должны быть не позднее, чем за час в аэропорту до вылета, да, чтобы вы могли пройти регистрацию, вас пустили в зал отлета. Вот. Потом вы должны лететь, потом вы должны ожидать, скажем так, выдачу шмоток на том конце провода, точнее не провода вашего маршрута и потом еще должны будете добраться от аэропортов в тех городах, в центр города все это в среднем занимает до Питера от 4 до 6 часов здесь данный транспорт, когда построятся трассы он вас из центра Москвы до центра Питера доведет за 2 часа и дешевле, и комфортнее потому что у данного вида транспорта огромное количество преимуществ низкий уровень шума, низкий уровень вибрации он экологически чистый, он фактически безопасный высочайшая степень безопасности в тысячи раз безопаснее данный порядок, чем все те транспортные модели которые мы используем в повседневной жизни и что очень важно, опять же один из аспектов безопасности транспортные потоки людские разведены по уровням транспорт ездит над землей, люди спокойно ходят по земле и у них в шаговой доступности есть удобный, высокоскоростной комфортный транспорт, который может их доставить практически на любое расстояние, в любую точку земного шара преимуществ достаточно много, я не буду на них сейчас заострять внимание, вы смогли наверняка их прочитать сейчас, да, на данном слайде, по каждому из них можно говорить там 5, 10, 20 минут, час, Анатолий Эдуардович, наверное, по каждому преимуществу может говорить сутки, кстати, у вас есть возможность живую видеть генерального конструктора, если вы приедете в Минск, как я сказал, первые инвестиции пришли в проект в 2014 году, да, и было, скажем так, целый ряд важных событий, которые в 2014 году прошли, это две московские конференции, посвященные данному транспорту и развитию нашей компании, одна Минская, после Минской конференции было открыто научно-производственное предприятие на территории Республики Беларусь, и в мае месяце были привлечены первые конструкторские кадры, инженерные кадры, сегодня этих людей уже больше сотни, они активно трудятся на реализации данной технологии, у нас недалеко, скажем так, от Минского медицинского института напротив находится офис нашей компании, вот, и там трудится большое количество людей над реализацией данной технологии. 2015 год стал ключевым, переломным, да, в развитии нашего проекта, потому что именно в 2015 году, в начале года, в январе, определились с участком местности, за который мы начали бороться, чтобы там начать строительство эко-технопарка, так теперь называется, да. В феврале наши конструкторы сделали первые эскизные, скажем так, рисунки в привязке к конкретному участку местности, в феврале же месяце, в конце уже 24-го числа прошла первая презентация компании SkyWay Capital, в мае-апреле Анатолий Дарвич Уницкий провел конструктивные переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах и намечен, скажем так, целый ряд действий, которые при положительном, скажем так, стечении обстоятельств будут реализованы, вплоть до того, что в 2019 году может быть построен такой же тестовый участок на территории Эмирата Абудаби и есть вероятность того, что будут построены две дороги по технологии SkyWay к будущему экспозиционному центру выставки Экспо-2020, которая пройдет в Эмиратах. В июне месяце окончательно, скажем так, 22-го числа на аукционе было принято решение закрепить данный участок местности за компанией струнной технологией, которой руководит Анатолий Дарвич Уницкий лично, был заключен договор между компанией и Пуховичским районом и сполкомом Минской области, потому что данный участок находится недалеко от города Марина Горка в Пуховичском районе. 29-го июня был зарегистрирован договор в Едином государственном регистре недвижимое имущество Республики Беларусь, номер вы тоже видите сейчас на данном слайде. В июле месяце наш холдинг закончил реструктуризацию, перерегистрировался на территорию Британских Вирджинских островов, перешли мы на работу с пакетами в долларом эквиваленте, в июле месяце были проведены первые работы на территории Экотехнопарка, и субботник изыскательские работы, земляные работы, пробы грунта и так далее, и в августе началось активное строительство будущей дороги SkyWay на территории Экотехнопарка недалеко от города Марина Горка. В сентябре нашей компании был получен международный индикационный код ценной бумаги, так называемый I-SIN. Это та процедура, которую проходят все публичные компании, акции которых сегодня копируются на различных международных биржах. Дальше. В сентябре была очень важная встреча с австралийской делегацией, которая приехала на территорию Экотехнопарка. Они посетили, они посетили наше конструкторское бюро в городе Минске, были несколько дней. В начале июня они изучили материалы по технологии и в сентябре приехали познакомиться лично с Анатолием Дорожьем Минницким, посмотреть, что проделано, какие планы узнать у группы компании SkyWay. И данная, скажем так, бригада, возглавляемая Родом Хуком, человеком, который на территории Австралии реализовал не один крупный инфраструктурный проект на сумму свыше 10 миллиардов долларов США. Компания его занимается, скажем так, проектами в сфере недвижимости и транспорта. И данная делегация поехала во Своясе, как мы говорим, с твердым намерением строить и развивать дороги по технологии SkyWay на территории Австралии. И сегодня там ведутся активные работы по внедрению данной технологии, то есть мы постоянно поддерживаем специалисты нашей компании связь с Родом Хуком, и он информирует нас о том, что ведутся переговоры с чиновничьими аппаратами целого ряда регионов Австралии на то, чтобы данная технология была там реализована. Также осенью состоялось важное событие. Вместе с Пуховичским райисполкомом группа компаний SkyWay приняла участие в тендере в программе «Зеленая экономика Республики Беларусь». Там порядка 20 проектов, на которые была распределена сумма около 5 миллионов евро. И часть этой суммы поступила и в нашу компанию. Данные средства пошли на все то необходимое, что нам нужно для того, чтобы построить экотехнопарк. Также в октябре месяце состоялась торжественная закладка нулевого километра дороги SkyWay. Вы видите внизу нижний слайд, это нулевой километр, его изображение. Состоялась международная конференция в городе Минске, где Анатолий Дородович Минск подвел итог тому, что было проделано на тот момент и рассказал о ближайших перспективах развития нашей компании. И в ноябре месяце группа компании SkyWay перешла, скажем так, сделала очень важный шаг в своем развитии, перешла на новый инвестиционный продукт, который сегодня показал свою эффективность. Это приобретение пакетов акций группы компании SkyWay в рассрочку. То есть людям была предоставлена возможность ежемесячно затрачивая небольшие денежные средства, стать обладателями крупных пакетов компании SkyWay Capital. Это очень удобно как для людей, потому что им не надо ломать голову, где взять деньги в большом количестве, чтобы был большой пакет, так и для нас. Потому что мы можем наперед планировать и видеть, какое количество денежных средств нам придет в апреле, в мае, в июне и так далее. Минимально. На что мы можем, скажем так, опираться и выполнять те работы, которые необходимо выполнить. Дальше. Наступил 2016 год. Вы помните, я говорил про госсовет, который прошел в 2009 году, где президент Медведев на то время сказал, что развивайте свою технологию, найдете деньги, пожалуйста, а потом мы что-нибудь посмотрим, что вы там сделаете. Так вот, в начале этого года Анатолий Дарыч Юницкий написал письмо Дмитрию Анатольевичу Медведеву, он сейчас премьер России, вы знаете, да, где написал то, что говорит, Дмитрий Анатольевич, спасибо вам большое, вы обратили внимание на вашу технологию в 2009 году на госсовете в Ульяновске. Так вот, тот вопрос, что вы задали, да, найдите денежные средства, скажем так, и начинайте реализовывать. Мы этот вопрос решили. Сегодня на территории Минской области у нас строится тестовый участок, и вы лично можете приехать и убедиться в том, что у нас будет, скажем так, сделано к концу 2016 года, то есть пригласил его на территорию Экотехнопарка. Буквально через короткий промежуток времени Анатолий Эдуардович со специалистами нашей компании получили письмо, вы увидите его сейчас на слайде слева, да, это приглашение Министерства транспорта Российской Федерации приехать и рассказать о технологии, познакомить экспертов данной структуры с тем, что из себя представляет технология Skyway. Анатолий Эдуардович дважды ездил в Министерство транспорта Российской Федерации, и 11 февраля 2016 года экспертный совет Министерства транспорта Российской Федерации признал, что технология, разработанная в Минске, является инновационным. И очень важно, что было дано распоряжение Комитету по импортозамещающим технологиям вместе со специалистами нашей компании разработать целый ряд проектов, рассчитать, во что выливается строительство дорог по технологии Skyway в целом ряде регионов России в сравнении с теми технологиями, которыми мы сегодня владеем. Далее, очень важной вехой стало то, что у нас состоится 23-24 числа апреля, вот уже, скажем так, через 10 дней, крупная международная конференция на территории Республики Беларусь, в городе Минске. 23-го числа целый день акционеры, инвесторы нашего проекта будут находиться на территории Экотехнопарка, где воочию увидят, что из себя представляют, что сегодня проделано на территории Экотехнопарка, какие работы проведены, они могут принять участие в акции «Посади дерево», те, кто принимал участие в этой акции, то есть высадить именное дерево эксклюзивное, которое будет расти на территории Экотехнопарка. Там будет целый ряд мероприятий, вы вживую можете познакомиться с конструкторами нашего конструкторского бюро, с большим количеством инвесторов с разных стран мира, что положительно может казаться на развитии вашего бизнеса в нашем проекте. Вы лично услышите из первоисточника информацию о технологии, разработанной в Минске, потому что Анатолий Дарвич будет и первый день с утра до вечера, и второй день, который будет в Минске. Еще сегодня есть возможность зарегистрироваться и купить себе билет, он стоит 15 долларов на два дня. Завтра, возможно, этой возможности уже не будет. Важной вехой стало то, что не мы, скажем так, ходили и опивали пороги, не мы ходили, скажем, с протянутой рукой и кого-то уговаривали, а из Евросоюза, из Берлина, да, из Германии. Руководству нашей компании пришло приглашение принять участие в выставке, которая называется «Инотранс» в Берлине с 20 по 23 сентября. Эта выставка проходит уже на протяжении долгих лет, да, на этой выставке представлены, скажем так, как правило, все инновации в сфере транспорта, и вот в категории транспортной инновации в этом году будет представлена группа компаний Skyway. Это очень приятно, да. Вы понимаете, что какому-то левому продукту, левому, скажем так, какому-то проекту, да, не будет присваиваться название технологии, что она инновационная, и не будут приглашать, кого попало на крупный, скажем так, технологический форум в Берлин. А нас пригласили. Это большой-большой плюс, и мы этому очень рады. И хотелось бы, конечно, сказать еще про технологию, буквально два слова. Какие планы на 2016 год? Первое – это закончить строительство городской трассы Skyway, продемонстрировать ее возможности, да, то есть как в подвесном, так и в навесном варианте. На данную демонстрацию будут приглашены сотрудники правительства, ну, наверное, в первую очередь Белоруссии, возможно, будут губернаторы целого ряда регионов Российской Федерации. Параллельно начать и продолжить строительство грузового транспорта Skyway трассы, да, то есть погрузочно-разгрузочный терминал, также, скажем так, анкерные опоры, промежуточные опоры и к 2017 году закончить это строительство и продемонстрировать уже возможности, скажем так, грузовой трассы. Ну и, конечно же, важным мероприятием будет эта выставка в Берлине и Минской конференции, которая у нас будет через 10 дней. В принципе, то, что я хотел сказать про технологию, наверное, я рассказал. Вот, о ней можно говорить очень долго. По технологии, скажем так, что из себя представляет трассы Skyway, что из себя представляет транспорт, у нас подробно проводятся мероприятия в онлайн-режиме. По понедельникам дважды Александр Монко про это рассказывает, он же, скажем так, рассказывает в сравнении с другими технологиями об этом по воскресеньям на семейных встречах. По средам у нас аж 4 вебинара идет для новичков и для тех, кто недавно зарегистрировался. О технологии расскажет Алексей Суходович, Сергей Сибиряков. Поэтому огромный объем информации есть на сайтах компании Skyway Capital, на сайте Юницкого. Вы можете в этом разобраться, если у вас есть желание. Кстати, вы можете пригласить своих друзей, которые, возможно, лучше у вас разбираются в транспорте, в мире финансов и так далее, чтобы они, скажем так, тоже послушали эту информацию и уже вместе вы можете принять решение, но важно, чтобы, скажем так, решение все-таки принимала ваша голова. Мир полон скептиков, но не факт, что все скептики, скажем так, умнее вас и что они принимают правильное решение. Решение, что вам делать дальше, за вами. Итак, коллеги, компания Skyway Capital, как я вам говорил, это компания, которая работает на мировом рынке инвестиций. Немногим более года. При старте мы определили для себя свою миссию, то, что мы хотим обеспечить финансирование новой инновационной транспортной системы, объединить ожидания людей всего мира в доступном, комфортном, высокоскоростном, экологически чистом виде транспорта. И при этом мы еще хотим создать благоприятные условия для реализации потенциала каждого из вас, в особенности тех, кто стремится к такому пониманию, как и состоянию финансовой независимости и успех. Благо, у нас есть для этого условия. Основная цель – это привлечение необходимого объема инвестиций для реализации той технологии, о которой мы с вами говорили сейчас. Кстати, она называлась на целом ряде конференций в 2014 году, как «Русский прорыв». Мы также ее и позиционируем сейчас. Мы работаем на платформе краудинвестинга, то есть мы привлекаем денежные средства от физических лиц. По мере их возможности мы никого, скажем так, не прессуем, не уговариваем, не вытаскиваем последние деньги. Это абсолютно необязательно. То есть те деньги, которые вы комфортно можете проинвестировать в наш проект, они помогут нам, но они же могут сделать вас успешными, богатыми и счастливыми через короткий промежуток времени. То есть и всеми этими действиями вы и мы вместе работаем над реализацией вот этой прорывной технологии, над реализацией, выведением на мировой рынок нового вида транспорта. Наша задача, которую мы ставим перед собой – привлечь максимальное количество людей, инвесторов и денежных средств в реализации технологий на основе микрофинансирования. Это тот случай, о котором мечтают порой и реализовывают в своей жизни такие люди, как мультимиллионеры, миллиардеры. То есть они на начальном этапе распознают что-то, что принесет миру большую пользу и, соответственно, это будет использоваться во всем мире, вкладывают какую-то сумму денег, даже порой незначительную, и эта незначительная сумма денег превращается в большую гору денег в итоге. Потому что технология выводится в свет, она начинает использоваться, и они получают очень серьезный доход. Также задачей одной из своих мы ставим то, чтобы создать благоприятные условия для возможности инвестирования каждому нашему инвестору, то есть имея выход в интернет, устройство, позволяющее вам выйти в интернет, вы можете стать человеком, который ознакомится с информацией о нашем проекте, может зарегистрироваться по чьей-то реферальной ссылке, даже не одевая одежду, не умываясь и так далее, и так далее. И стать инвестором, выбрав какой-либо из пакетов, имея платежные системы, которые есть в нашем личном кабинете, благодаря которым вы можете ввести денежные средства на основной счет и приобрести себе пакет акций. И, конечно же, наша задача обеспечить максимальную прозрачность вашим действиям, нашим действиям, и информировать вас обо всем, что происходит в развитии проекта группы компании Skyway и компании Skyway Capital в частности. Благо у нас для этого есть классный, замечательный отдел информационной поддержки, в котором работают квалифицированные специалисты, дающие информацию практически каждому человеку, каждому инвестору, который в чем-либо заинтересован, у которого возникают вопросы и помогают решать проблемы. В целом, реализацию проекта группы компании Skyway также условно можно разбить на четыре части. Самое важное сегодня – это своевременное финансирование каждого отдельного из 15 этапов бизнес-плана. Это строительство экотехнопарка на сегодняшний день. Дальше это будет уже реализация адресных проектов и получение прибыли. То есть, если кратко опять подытожить, то компания наша зарегистрирована в Великобритании, что делает ее надежной. Возможность инвестирования в наш проект есть фактически из любой страны мира. Вы становитесь акционерами и совладельцами на сегодняшний день основной технологии, приобретая пакеты акций в компании Skyway Crypto, потому что ежемесячно в конце данные о тех, кто приобрел пакеты акций, передаются в компанию основного реестра держателя и вас вносят в основной реестр. То, что вы становитесь владельцами таких-то пакетов акций. Соответственно, через какой-то промежуток времени, когда технология начнет давать прибыль, на эти акции, которые вы покупаете, будут распределяться дивиденды. И у нас сегодня реализована круглосуточная служба технической поддержки, в которую вы можете обращаться со страниц сайта и из личного кабинета. Капитализация ваших денежных средств на сегодня, которые вы можете вложить, составляет свыше 5000%. И у вас у каждого есть возможность в дальнейшем получать дивиденды от каждого построенного километра дорог, а сегодня еще и создать свой собственный бизнес благодаря нашей партнерской программе, которая есть в компании Skyway Capital. У нас есть стандартные пакеты акций, которые вы можете купить в разделе личного кабинета, вот они на таком светло-серо-зеленом фоне. У нас есть пакеты акций, которые, скажем так, можно назвать акционными. То есть, те пакеты, которые действуют на протяжении какого-то промежутка времени. Сегодня вы можете разово приобрести себе пакеты акций за 1000 долларов с хорошим уровнем доходности 300 раз. То есть, потратив 1000 долларов, у вас на выходе в 2017 году будет минимум 300 тысяч долларов. У нас есть пакеты за 5000 долларов, за 10, за 50, если у вас есть большая сумма денег. У нас есть пакет разовый, который вы можете купить за 250 долларов, и на выходе у вас будет 32,5 тысячи акций. Как я говорил, предполагаемая стоимость каждой отдельной акции в 2017 году – 1 доллар США. Сегодня это 250 долларов, в 2017 году – 32,5 тысячи. Вот ощутите себе разницу того, что вы можете сегодня потратить и что вы можете иметь в будущем. То есть, так называемое отложенное вознаграждение. Те люди, которые читали книжки о финансовой грамотности, там об этом много говорится. Также у нас есть целый ряд пакетов, которые вы можете сегодня приобрести в рассрочку. То есть, как я вам говорил, незначительные деньги ежемесячно. От 25 долларов ежемесячно на 10 месяцев. Далее у нас идут 50 долларов, 80 долларов, 100 долларов, 150 долларов. Потом идет пакет, скажем так, стоимостью 200 долларов ежемесячно, на 9 месяцев привезти. Пакет по 500 долларов вы можете два месяца подряд выплачивать, и вам будет начислена приличная сумма акций. То есть, от 32,5 тысячи акций в рассрочку вы можете в итоге приобрести до 400 тысяч. Плюс еще есть дополнительные бонусы. Как правило, мы о них рассказываем на партнерской программе, потому что сейчас действует акция. Если вы даете информацию людям, и по вашей, скажем так, информации в течение времени до конференции зарегистрируются три новых человека и купят пакеты акций стоимостью от 25 долларов и выше, вам еще дополнительно компания в подарок начислить от 11,5 тысяч акций и до 100 с лишним тысяч на пакете бизнес. То есть, 189, если я считаю, дополнительно вам еще может быть начислено, тем 540, которые у вас есть. Но для этого нужно делать простые вещи, работать по партнерской программе, давать информацию людям, свою реферальную ссылку, люди регистрируются, покупают, вас за это вознаграждают. Либо, если у вас есть действующая рассрочка, на пакетах старт сеньор стабильный бизнес, вы можете в этом месяце оплатить двойную рассрочку и получите дополнительно то же самое количество акций. То есть, вы либо людей можете пригласить троих и получите эти деньги, точнее подарок эти акции, либо сами оплачиваете двойную рассрочку. О партнерской программе, как я вам говорил, мы будем говорить завтра в 13 часов, по вторникам мы говорим в 18 часов. Поэтому, если вы хотите разобраться в процентах, что мы получаем, откуда они начисляются, с удовольствием будем вас видеть на этих вебинарах. Партнерская программа, у нее огромное количество преимуществ, целый ряд из которых вы можете видеть на данном слайде. И высокий процент выплат от суммы привлеченных инвестиций от 0,1% до 20, в зависимости от уровня, с которым идут начисления. Глубина, с которой вам начисляются начисления по партнерской программе, доходит до 24 уровня. Вас никто не заставляет подтверждать квалификацию, если вы поднялись на какую-то ступеньку карьеры. То есть, на какой вы находитесь, на этой вы будете получать. Бонусное вознаграждение у нас сегодня пока еще начисляется и на бонусный счет, и эти деньги вы можете вводить, и на акционный. Это счет, с которого вы можете только купить пакеты акций из вот этого, скажем так, списка, из стандартных пакетов. Но, тем не менее, это тоже большое подспорье. Например, вы строите структуру, и вам, скажем так, начислили 100 долларов на бонусный счет и на акционный, потом еще 100 долларов. За 200 долларов вы можете себе дополнительно, скажем так, не вкладывая никаких личных денег с акционного счета приобрести еще 20 тысяч акций, которые в 2017 году превратятся в 20 тысяч долларов США. Ну, это хороший еще источник дохода в будущем. Задача партнерской программы – это привлечение в проект порядка 300 миллионов долларов за ближайшие два года, это создание крупных региональных структур и региональных лидеров, это создание в дальнейшем адресных проектов, а в целом оптимизация всех бизнес-процессов для максимального привлечения денежных средств в реализации проекта Анатолия Дарвича Юницкого. Для партнеров, которые развивают партнерскую программу, у нас есть целый набор инструментов. Первый из них – это описание маркетинг-плана с возможностью скачать, скажем так, описание текстовое и слайды презентации маркетинг-плана, чтобы вы могли их использовать и давать информацию окружающим вас людям. Это реферальные ссылки, которые ведут на страницу регистрации в личном кабинете и на страницу наших интернет-ресурсов, где люди могут подробнее разобраться с информацией. Это лендинг инвесторов, это сайт нашей компании. Благодаря этим реферальным ссылкам у вас начинает строиться партнерская структура и начисляться вознаграждения. Далее, баннеры для тех людей, которые, скажем так, хорошо себя чувствуют в инфобизнесе. У кого есть интернет-страница, либо сайт, либо блог, либо, скажем так, сайт-одностраничник, где можно размещать HTML-коды. Кстати, к HTML-коду также прикреплена реферальная ссылка. Нажимая по этому баннеру на вашем интернет-ресурсе, человек переходит либо на лендинг партнера, либо на официальный сайт, знакомится с информацией, нажимает там кнопку регистрация, и это ваш реферальный партнер. Используйте данную возможность, если у вас есть интернет-ресурсы. Баннеры будут на вас работать 24 часа в сутки. Раздел новостей в личном кабинете можно отнести к инструментам, потому что напротив каждой новости есть кнопки соцсетей, нажимая которые вы описываете кратко, что из себя представляет данная новость. Эта новость размещается на вашей странице. Ваши друзья, которые у вас есть в соцсети, те группы, в которых вы находитесь, там получат информацию, что вы разместили информацию о чем-то. С ней могут ознакомиться потенциальные партнеры, перейти на страницу наших интернет-ресурсов, зарегистрироваться, потому что к каждой новости из личного кабинета прикреплена ваша реферальная ссылка. К инструментам у нас относятся вебинары, которые мы проводим, живые презентации, обучающие мероприятия, которых целая череда. И об этих мероприятиях вы можете найти информацию в разделе расписания вебинаров личного кабинета. То есть, по крайней мере, обо всех онлайн мероприятиях есть информация, кто проводит какое время, и реферальные ссылки, по которым вы можете перейти и прослушать информацию. В ближайшее время, возможно, у нас будет размещена также страница в личном кабинете, где будет информация даваться об оффлайн мероприятиях в тех регионах и городах, где у нас работают региональные представители. У нас можно обратиться в службу технической поддержки со страницы сайта из личного кабинета. То есть, справа есть панелька, кликай по которой у вас открывается окошко. Вы пишете свои вопросы, и специалисты техподдержки помогают вам разобраться в направлении тех вопросов, что вы задали. Для людей, которые у нас активно развивают региональные структуры, есть возможность получения еще одного источника дохода, там до 4,5% от созданного товарооборота. То есть, вам фактически вкладывают в руки франшизу, в которую вы ничего не можете менять, но вы можете получать дополнительные лидерские бонусы, не только деньгами. У вас открывается прекрасная возможность стать крупным акционером нашей компании и получить постоянный растущий доход. Если вы себя относите к таким людям, которые готовы строить крупные структуры, вы можете оставить заявочку на странице, которая у нас есть. С вами выйдут на связь, скажут, как и что нужно сделать для того, чтобы стать региональным партнером. То есть, то, что я сейчас вам рассказал, это отличная возможность для каждого человека, неважно, сколько вам лет, неважно, на каком языке вы говорите, в какой стране живете, неважно, какое у вас образование, принять участие в крупном инвестиционном инновационном проекте, приложить свои физические силы, духовные какие-то силы, моральные, а потом, скажем так, тихо, либо громко, неважно, гордиться собой, то, что вы приняли участие и помогли реализовать такую технологию. На данном слайде вы видите новый адрес нашей компании, картинку мы немножко потом заменим, да, это улица Щепок, дом 22, недалеко от метро Павелецкая, гостиница Ибис, можете в скайпе, там, точнее, в Яндексе в картах набрать гостиница Ибис Москва, и вам будет показан путь. Что касается смены дисконта, ничего не могу сейчас сказать, Евгений, потому что у нас информация от компании, я работаю в компании, да, нет, поэтому те люди, которые вам говорят, что завтра поменяется дисконт, через три дня и так далее, и так далее, наберите их и спросите, откуда у них информация. Потому что пока никаких распоряжений по смене дисконта от руководства компании нам не спущено и не сказано. И вот я вас могу успокоить, если вас кто-то напугал, что завтра поменяется дисконт. Кромо-акция, которая касается оплаты два месяца, точнее, двухмесячной оплаты в течение срока, да, вот, вашей рассрочки за месяц, либо приведи трех человек, пока у меня информация, что она действует до 24 апреля включительно. Будет ли она после 24 апреля, я не могу сказать. Вот, я знаю, что ее продлили до 24 апреля, до момента окончания конференции в Минске. Итак, коллеги, если нет больше каких-то вопросов, я вам предлагаю сделать следующее. Сейчас я закончу наш вебинар, а вы можете пройти через 8 минут по ссылке вебинара Владимира Маслова и получить информацию касаемо адресных проектов. Это будет правильно, это будет, скажем так, интересно. Пригласите на эту информацию тех, кто хотел бы получить информацию, скажем так, по каким-то техническим аспектам, потому что человек, доктор экономических наук, он знает, с чем работает, он сам уже, скажем так, создал, я думаю, парочку адресных проектов, у него есть чему научиться. Акция действует для всех, для новичков, для тех, кто сейчас зарегистрируется, успеет это сделать, и для тех, кто, скажем так, после 23 января, кто зарегистрировался, купил пакеты Start, Stabil, Senior и Business. Вот касаемо этих четырех пакетов. Итак, друзья, я останавливаю запись Продолжение следует...